всем привет это русская редакция олег меди сегодня у нас особенный вечер потому что это вечер поэтический и вечер антивоенный это наш совместный проект с мама джам пошли сразу внутрь посмотрим что там происходит перед началом ну давайте обо всем по порядку зрители гости сами поэты собираются сегодня здесь в этом баре который называется мама джам это такая международная история вот сам вечер организует те кто приехал сюда после 24 февраля 2022 года то есть после начала войны давайте у них и спросим все-таки они релаканты или мигранты слушайте такая международная история бар мама джам все-таки мигранты и релаканты как бы вы вот сами свою компанию охарактеризовать люди люди просто люди просто люди я никого не характеризую по их принадлежности национальной гражданство паспорт мне вот это все вообще не важно это просто люди то есть так случилось что люди собрались в одном месте в одно время и нашли друг друга да да складываются всевозможные какие-то там обстоятельства жизни политики войны и что-то такое ну где-то в мире есть какие-то кусочки суши такие как мама джам где не важно ты кто или что или на каком-то языке говоришь как бы и все и это место принимает это место дает возможность быть собой отдохнуть вздохнуть почувствовать тепло какое-то для этого это место было создано еще до новой эры до войны и до всего и она эту функцию выполняла тоже для тех людей кому это было необходимо но когда приехали русские ребята они тоже нашли это место довольно быстро все спасибо давайте все-таки перейдем главным участником сегодняшнего вечера поэтому еще раз напомню это люди которые приехали сюда после начала войны ну вот кстати те кто и живет здесь постоянно то есть армянский поэт еще раз напомню что список все участники сегодняшнего вечера уже есть на нашем сайте заходите alicru.com там можно посмотреть на всех участников кстати сказать сбор поэдов начался за несколько дней до сегодняшнего вечера но заявки поступали вот вплоть до сегодняшнего дня все пойдемте знакомиться ребята привет давайте представимся для зрителей кто откуда алексей крючковский за петербург вот скажите вот скажите два поэта в семье как тяжело а почему тяжело ну потому что я не знаю много противоречий наверное где-то просто необычно немного как-то так хорошо как оказались здесь в ереване и как давно приехали приехали в декабре то есть прошло уже полгода и на этой неделе мы у нас снова все подписали дюор еще на полгода ереване на квартиру поздравляю большое дело слушайте переезд на творчество на стихи как-то повлиял да 10-22 год я практически не писала и вот только после приезда в начале этого года я снова стал писать для сегодняшнего вечера специально программу готовили может быть что-то отдельно написали или собрали с того что уже было я не готова специально программа но и буду читать новые тексты больше уже в армении уже верево а у вас я буду читать тоже новый человек который написан здесь и почему то сегодня мне захотелось почитать тексты которые я писала в двадцатом году когда был как раз очередной конфликт в конце концов и все что происходит в Беларуси и события в Беларуси хорошо ребята конечно мы ждем когда вы выйдете сюда уже к микрофону всехских удач мы вас поддерживаем сразу сразу еще не услышат спасибо что вы здесь ну что мы буквально через минуту уже будем начинать делитесь ссылкой на этот эфир понятно что все прийти не смогут а может быть кто-то увидит начало этой трансляции наоборот прибежит буквально сюда в этот замечательный бар мама джан подписывайтесь ставьте лайки начнем буквально вот через одну другую минуту мама джан продолжает быть вторым домом для людей творческих разных культур разных субкультур конечно же антивоенная повестка одна из ключевых сегодня для нас сегодняшний вечер мы делаем в коллаборации с медиа Алик Ру сегодня выступит представитель Алик Медиа Антон Петрович после меня мы ведем прямой эфир на ютубе на канале Алик Ру что хочу сказать 200 дней длится плакада Арцаха 500 дней продолжается война в Украине можем ли мы своим творчеством поэзией прозой музыкой остановить это насилие наверное нет но мы можем напомнить об эмпатии напомнить что это такое чувство сопереживания тем в чей дом пришел человек с ружьем напомнить об этом рахе о чувстве беспомощности которая переживает жертвы воин геноцидов насилия поэтому я очень рад вас всех приветствовать я думаю что сегодня очень здорово что мы собрались что у нас есть информационная поддержка что мы все вместе в этом прекрасном заведении Мамаджан и будем в дальнейшем проводить подобные вечера регулярно и я передаю слово Антону Петровичу который расскажет о том как сегодня Алик Медиа поддерживает наши события всем привет очень рад что довелось поучаствовать в этой замечательной коллаборации вообще Юлиан богат такими историями которые объединяют которые собирают вместе и не раз приходилось слышать что те мигранты те релоканты которые сюда приехали вот отличаются именно тем что они готовы объединяться и готовы быть вместе что касается непосредственно сегодняшней трансляции просто пару технических моментов скажу очень большая просьба вот здесь стоит камера если мимо ходите прям проходите и проползаете я не буду просить чтобы вы проползали но идете и проходите и задерживаете и так же и обратно очень рад прекрасное заведение Мамаджан я честно говоря познакомился с ним вот только в рамках подготовки к этому эфиру и к сегодняшнему эфиру кстати ссылку на эфир я на Даниэлю уже сбросил он наверное ее в группу сейчас сбросит поделитесь может быть кто-то не знает увидит и придет сюда в этот вечер послушать замечательных людей людей которые свою боль свое чувство свое отношение умеют выражать так как не умеют это делать другим но несмотря на то что тема не веселая прямо скажем поэты против войны я думаю что вот сидеть с такими лицами это наверное не совсем правильно почему я так говорю потому что мне кажется что когда ты злу смеешься в лицо оно от этого становится слабее понятно что наверное будут разные стихи будет разная лирика по-разному ее будем мы с вами воспринимать но смеяться бросать вызов в лицо злу по-моему это вот то что мы можем с вами сделать мы это сделали однажды уехав из этой страны и теперь мы продолжаем делать это в ежедневном режиме самое главное о чем я хотел сказать сегодняшний вечер благотворительный партнер благотворительной части сегодняшнего вечера армения футбанк первый армянский продовольственный банк и я хочу предоставить слово майку он расскажет о том как можно присоединиться к благотворительной части как это можно сделать здесь как это можно сделать чтобы не сидеть и помогать людям которые нуждаются за проблем вины хтос вируса и помогать людям которые нуждаются в локации очень много бедных людей нуждались в еде, и мы с женой ходили, распределяли еду, связывались с правительством, предлагали свою программу. И в сентябре, уже когда пришло время улетать, мы купили билеты, и началась война в Ацахе. Я сейчас это рассказываю быстро, но на самом деле это было очень страшно, и мы приняли решение, мы остались в этой войне в Ацахе. Война была ужасная, война была страшная, война была невообразима ни для кого, что там происходило. Мы помогали, мы спасали, мы вывозили, мы кормили, мы одевали, и мы старались устроить очень новые семьи, которые просто бежали от войны, даже не зная, что их родственники погибали за ними. После войны мы остались, очень много было раненых, очень много пострадавших, коллег, и мы помогали, помогали переживать, помогали останавливать силы, и мы приняли решение организовать первый армянский докладительный фонд «Армениан Фудбанк». Это западная система, она работает очень давно, в Канаде мы занимаемся более 20 лет, и так сложилось, что мы оказались здесь, и мы оказались нужны всем. Наш продовольственный банк, как вы знаете, многие, я вижу, знакомые лица, нас уже видели, некоторые из вас помогают нам. Основная идея банка помогает людям едой и одеждой, и мы также просим у людей еду и одежду. Когда есть какие-то определенные у нас проекты, мы договариваемся с людьми и просим делать какую-то финансовую поддержку, подочеренность, поскольку наш фонд зарегистрирован в Армении, нас хорошо знают в правительстве, нас знают в мастерствах, и понимают, что мы делаем правильно. Как вы знаете, по оценке ООН, в стране более 500 тысяч граждан живут за счетой бедности. Люди не только те, которые реально живут в бедности, это люди, которые пострадали от войны, это люди, которые бежали от войны, и они продолжают жить в этой бедности, и некоторые живут на счете. И первая помощь, которую мы оказываем, это благодаря всем вам, людям, которые отзывчивы, и им не представляет лично судьба органского народа. И здесь, и в нашем Арцахе, нам помогают едой и одеждой. Еда приходит со всех стран, одежда, в первую очередь, также приходит на посылки, мы приводим ее в порядок и передаем всем им лично в руки. Мы отвечаем со всех фондов тем, что мы лично ознакомимся с проблемами семей, мы лично встречаемся с ними, видим, что это настоящие, реальные люди, которые нуждаются, они тяжело работают, они тяжело живут, они живут в тяжелейших условиях, и мы лично в руки передаем помощь, которую нам доверяют люди. Мы не помогаем финансовой, и мы не просим финансовую помощь, еда и одежда. Эта система работает уже больше двухсот лет, и, зная, как она работала в Канаде, мы привезли сюда эта новая культура. Но хочу заметить, что благодаря очень многими локантам, которые сегодня приехали, мы видим, что вы понимаете, что вы делаете, потому что для обвинения это все-таки новое. Когда происходит здесь война, да, все вместе, все в боль. Но когда в мирное время люди как-то начинают отходить от боли и забывать о тех, кто реально пострадал от войны. Но мы здесь, и благодаря очень многим локантам мы делаем большую работу, и мы очень благодарны. Сегодня нас пригласили представить нашу работу. Ну, вот вкратце я вам рассказал, конечно, это все не так переписать и рассказать быстро. За три года мы помогли более двухсот тысяч граждан Армении и Арцаха. С первых дней блокады Арцаха, 12 декабря, наш фонд обратился официально представителям Арцаха, и мы смогли собрать 12 тонн еды и передать их в Слепанакет больнице. И все, о котором мы знаем. Сегодняшний вечер я поддерживаю, поскольку, повторяюсь, я, даже не канат, я хорошо понимаю, что происходит в мире, но мы здесь с миссией благотворительной, поэтому мое мнение остается при мне, но мы делаем то, что мы считаем нужным, и в первую очередь помогаем тем, кто пострадал и нуждается от нас. И я так понимаю, что вы с ним можете нам помочь донатами, если мы сможем создать какую-то энную сумму, мы купим продукты и покажем на интернете, благодарим вас за гостепремесла, и покажем, какая семья получила от вас всех еду. Может, это будет несколько семей, поэтому можете передать донаты тому из коробочки, ну, на ваше усмотрение. Мы свои не принесли, но нам подарили на сегодняшний день в коробочках. А эти деньги пойдут только на продукты. Спасибо большое. Если у вас есть какие-то вопросы, да, замечания из-за того, как сказали, сказать, если вы хотите помочь в дальнейшем, у нас есть фонд приема гуманитарной помощи на улице Абальяна, 16, это рядом с кинотеатром Москва, прямо в Доме художника. Как заходите, направо к лифту, 5-й этаж, 27-й кабинет, в будние дни с 11 утра до 18 до 0 вечера мы принимаем гуманитарную помощь. Нескоро портящиеся продукты и одежду в хорошем и чистом виде, поскольку она есть у всех, и некоторые уже как-то не знают, что с ней делать. Мы знаем, что делать, и люди будут благодарны, потому что до сих пор в Армении есть семьи, в которой живут с одной парой туфель, с одной майкой, и я не хочу рассказывать детали, вы понимаете, не считаю это страшно. Но это не пара. Спасибо большое еще раз. У нас есть веб-сайт, у нас есть телеграм, инстаграм, спасибо. Спасибо, Майкл. Еще одна техническая деталь. Во время трансляции будет появляться QR-код Армения Фудбанк, телеграм-канала. Можно сходить, там подробно обо всем узнать. Здесь вот эта коробочка, ну мы, наверное, чтобы поудобнее было в ней подбираться, переставим ее сейчас. А я хочу пригласить, конечно, бродхозяйку, хозяюшку сегодняшнего вечера. Юля, я с вами только сегодня познакомился, сразу был очарован. Я думаю, что это чувство... Прошу вас, несколько слов гостя. Ребята, добрый вечер. Я всех приветствую от души в этом, в этом, знаешь, заведении прекрасном. Многих, конечно, я знаю, некоторых еще пока не знаю, но скоро знаю. И я хочу сказать вот что. Конечно, зло, которое мы все сейчас наблюдаем, оно просто чудовищное. И, конечно, оно не только в одном каком-то месте не играет, то что-то происходит, что, конечно, намного больше, чем мы с вами. Чем мы с вами. Но я хочу сказать, что в такое время, когда мы очень-то можем бороться со злом, наверное, мы все-таки можем приумножать добро. И тем самым как-то все же делать это немножко иным. Я верю, что каждый человек может это сделать, и каждый человек гуляет. И нету... Ну, ни один голос не пропадает, ни одно какое-то сердечное действие не остается... Ну, как бы... Каким-то... Пуским местом. Так что давайте приумножим добро. Все. Последняя техническая деталь по этой... Я не знаю, есть ли опыт публичных выступлений и работы с микрофоном, но она близенькая. И вот так? Вот так, чтобы всем было слышно и чтобы было слышно зрителям тоже. Все, ну-то не... Возвращаем. Да, еще раз добрый вечер. Ну, я хотел бы сказать просто пару слов о регламенте. В среднем, я думаю, что каждый будет выступать минуту по семь. Мы не будем наказывать за то, что вы этот регламент превышаете. В какой-то момент мы сделаем призывы, переговоры. Вечер прекрасный, погода, все чудесно. И, наверное, попрошу начать вечер поэта, организатора литературного клуба «Арка» Михаила Симанова. Добрый вечер, друзья. Спасибо большое. за такую возможность. Хотел сказать, что Ереван для жизни на самом деле очень классный город. И в какой-то момент ты погружаешься в такую атмосферу. Понятно, нужно тоже как-то крутиться, зарабатывать деньги на жизнь, чтобы как-то существовать. Но ты в какой-то момент погружаешься в эту атмосферу какой-то беззаботности такой мирной жизни. И в этом смысле подобные мероприятия, они очень важны и нужны для того, чтобы напомнить и в очередной раз себе таким, что вообще происходит сейчас в мире. Микрофон, да, чуть-чуть нормально, нормально, рвается. С началом войны у меня появилось достаточно много текстов. Некоторые из них были опубликованы в третьем и в четвертом выпуске журнала РОР. После переезда как-то у меня захлопнулся какой-то источник и нового, по большому счету, я не писал, кроме одного стихотворения посвященного о том, что сейчас происходит в Арцахе. Ну, собственно говоря, хочу прочесть тексты оттуда и, наверное, начинал с первого текста, посвященного Карабаху. Российский миротворец, бывающий кризис идентичности, чувствует бездавленность в грудной клетке. Он устал улыбаться и складывать из усопших горных цветов стихи. Перидор возможностей сжимается в точку невозврата. Слышно, как где-то рядом хрустнула вера. Рядовой читатель путнично открывает утреннюю сводку новостей от длинней фронта. Все никак не привыкнет к этой так называемой новой реальности, в которой все мы, конечно же, оказались. Русская береза стоит под током, ведет высокотехнологичным и древлющим нано-оком прямо в душу, посетили коризны, передавая картинку в горящие недра Кремля. Только дернись у меня, сука, бля. Пост мертвого человека. Дорогая, не пугайся, я поместил нас в это стихотворение не случайно. Если говорить коротко, хочется думать, краткость имеет какие-то, пускай и самые отдаленные родственные связи с этим текстом. Всему пизда. Вот почему мы здесь. Все здесь устроено хорошо, можно сказать, рассчитано на долгосрочную перспективу и функционирует автономно. Не нужно никуда нажимать. Можешь не переживать, словарного запаса должно хватить на несколько поколений вперед, пока они не научатся делать свои собственные. Смотри, как оно безупречно, герметично, обшито со всех сторон наименее склонными к изменениям частями речи. Режим маскировки работает на ура. Днем это безобидный пост в фейсбуке, а ночью бесконечно прекрасная поэма о любви и борьбе с элементами хоррора. Держись, крошка. Спасибо. 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 Михаил. Что с этим микрофоном? Сегодня на наш вечер пришел нас поприветствовать и почитать прекрасный поэт-переводчик Критик Варя премии Андрея Белого и Поголя. Здравствуйте, друзья. Сейчас я сделаю. Блин? Слышно. Делаем ставки и вложимся в кооператив Зеро Детик Детик Бегущие строки Рыбы пьют нейронептики Рослые мужики Свято верят в Респау Посмотри уже расцвело Красный дым над землянками Сау Лайк но не лайк Око за око Реакция с космем и с железом Заклохшие автомобили Высуны языки Автомат навязывает письмо Наяривает Лайк Через строки Рыбы пьют нейронептики Зарослые мужики Свято верят в Респау Посмотри уже расцвело Красный дым над землянками Сау Лайк но не лайк Око за око Реакция с фосфором и с железом Заклохшие автомобили Высунули языки Автомат навязывает письмо Наяривает Лайк но не лайк Не могу лайкать такое про родину Лайкнешь а потом сядешь И это кто-то лайкнет Лайк как локаль озерцо дождевой воды Костюмы меняются галстуки обвиваются вокруг шеи и шипя сползают но мифологическая основа остается прочной Месопотамские энергетические пантеоны кем 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 валы и пупы жертвы по различным прощениям сфер молитвы с красным смещением позвонки для будущих археологов для графенных подушек музея с искусствами четкий срам скобки вопросительный знак страшно принадлежать к породе требующих любви взыскивать ее окровавленными губами нетерпеливо смаргивать с глаз красную поволоку страшно и горькие сроки отсчитывать и писать бумажные письма чувствовать церкви пустыми пространствами прихотливого выреза видеть как строится антимраморная карьера несколько раз ты выходил на новый уровень новые рубежи и аналитический твой герой пересекал зловещую долину убегая от мамы сортами на месте глаз интерпелляция as it is в будущем там руины в последних усилиях генераторов дыма и бег в неподходящих сандалиях все приближает все отдаляет падет на благородство много менеджеров мегафона но много громкоговорителей а на подкорке незлобных зрителей MTV с ликами смерти на VHS с криком how much is the fish отпечатанные лики воен-врачих сумасшедший тик-ток синхронизируется с тиканьем метронома на мобильных юных мало мобильных свист из рука превращается вором военкома сны апажетях инстаграбельных и стабильных диспепсия дезентерия империя в каждой железке проницающей черепа оскорбленные горы отдавшие свой секрет помнят шахтами и говорят своим абресом миру линейных графиков чтоб кривая рано или поздно не вывезет двинет вниз где рода повстречается с кровью начнется обвал вверхозаветин гул валунов муравьи ничего не смогли проволчали леса а горбатый мост позабыл редкий вкус апельсиновых касс поэт журналист журналист алькмедия Влад Гагин привет сейчас прочитаю некоторое количество текстов из того цикла новые поэты вы знаете не смотря на что я не прозвищу я про откуда не возьми появляется и т.д. и говорит смерть чинов и комит и говорит смутение души сводь и пролад шлисты и парадокс той ситуации в которой оказался новые поэтки появляются посреди каталогов нас мужа про утром и счастья органов местных свячи трамвай пожара дышит тем более чем нарушил и говорит чем менее тем возможно как бы от характеризма станет воинской славы и всего остального Эдвард Тратинский рассказывает о черном дворе в самом черном углу которого крепостное право Совету Федерации в 2017 году пожалуй конечные этого монолога я не могу предъявить вспоминаю питерский дворик где мы пьем пиво ночь музеев обменяем но теперь же оболтаем ты говоришь я не могу больше жить в этой России кто смешной историк делал на заседании я не знаю чтобы сохранить совесть он должен был прийти туда с самодельной бомбой мусора выныривают из ниоткуда мы не успели спрятать пивные бутылки на меня забирают в единственном экземпляре угрожают подкинуть наркотики наломать кости спрашивают что ты вообще здесь забыл ты же прописан я нигде не прописан теперь ты и будешь в чистом поле наверное ностальгия про Питеру это безусловно правая тема но что делать если они отходят рубежи обороны и парламент сердца в огне в 10 лет жизни проносится перед глазами в формате сновидческих отпечатков в одном из них мы выходим из бара стирка из логопада ты спасаешь меня от столкновения с автомобилем в следующие минуты я чувствую шерсть большого природы главное это был снежный день мы зашли в стирку на пару минут чтобы выпить скользя внутри играл мой джаз и даже он экспортил впечатление от сцены джаза со снежной бурой как не вспомнишь об этом так помимо чудесного обновления начиная с чувствовать что безусловно в возле погоды и он промысл перед глазами как будто я умрала понимаете разобрать да 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 мы сидим здесь нормально уже предчувствуем кирклежи сгорел охватом а такова была установка продвижаться под складом последнего первого мая прокричать дымолозом для отреченных написать типа Дмитрий Галов катанцует посреди дорожающей недвижимости пермина словно ежеминут на отреченные уведомления мой налог возле то из чего сделано власть за зубы тебя отправить с того света считал почту подпольник потерявшись у нас листовый шар манкот план судьбы понимая галитина как заснувший трамплин как родился парка на который на долг засыпал были астропы астропы о выставке в музее гараж Петр сказал мы никакие не коммунисты пока действует современный мир и мы согласились потом пусть любилку неподалеку от главного тюберина в мир оказался шариком облитом раконе рождения когда захотел прогуляться и ненадолго выйти из тела они подменили поставщикам нужных мероприков и теперь мы путаем по своим следам поставленным в прошлом ведь условия перевод примерно четвертая сноска об отвезгенности и свободе распоряжаться сознанием и пускай они все подстроили у меня в цепках на блокатор а также карцернат и плату ты все равно обыграл мальчик с нестрабленностей к голове у нас остались активы как минимум память горгера охраняет цитаты и она продолжает располагаться против сечения текст написан первого клуба гордые гусеницы жрут листья листья становятся кружевмельны когда выходишь по яму и слышен звук этих черных гусениц говорит мама мы с тобой знакомы еще по первой и втором чеченским так что в принципе можем увидеться пообщаться говорить кто-то другой кому-то другому я считаю себя чуть пониже деда мороза по званию говорит кто-то другой кому-то другому в это время случается международный праздник в это время отзывы внутри банк эти гусеницы приумились из-за романия жары и я слышу как они передают приятно напоминает фильм ужасов говорит а мне очень страшно есть члены студенческих профсоюзов бьют деньги и строят карьеры здесь Олега Рогож борется с собакой и бормочет ее смысл ухо хорохожих здесь рукахщица переехавши за донат для веселу смеется здесь Влад Гакин подмечает возможно это сожаление будет со мной вечно о том что я не успел стать твоим другом пока ты не перешел в разряд ангелов здесь художница продолжает изучать мусор старые куклы фрагменты мертвых животных это дело спасает ее от ранней смерти выхватившим социальное тело пожаре здесь конспорно на тех кто занимался самосражением ради чужой свободы сублок собраний здесь спешу тебе да приезжай конечно будем вместе бояться за наших братьев старшие и младшие оба не расторопы оба считают ворон во внутренних огородах здесь край доступного церкста место для выводов и обещаний говори над еще хорошее стихотворение а зачем в рамках строки створка окна просто на приколах там уже вандец кромогричане нечто требует выражения снова вздрогнуть услышав пятистрим разговоры чего не было и что было одновременно пляж проездка плащ палатка разговор про дельта чак под грибами и разрезанный птицами воздух заходят плащ палатку вместе с ветром дождем как-то уже неприлично об этом окна порядок комнатар мальчик хочется вытащить из шкатулки свечами не существующий свадебный снимок спрятанный внутрь волшебного шара бросить его в лицо лейтенанта небольшой прозорительский текст последних событий в России не страшно от сложности этого текста я сажив в такси в Ереване в наушниках человек из Казахстана поем по-русски так за кого не болит на этой земле и кого любить в это время мы приезжаем в новенький аквапарк который стоит по ощущению посреди пустыни но на самом деле просто такая земля и сушеная конечно солнцем но не настолько чтобы можно было сказать оазис мне снился Евгений Викторович предложил я приехал при счете предложил идем на футбольный матч в памяти 10 лет назад здесь кого-то убили тоже во время матча находимся мы надо сказать внутри огромного здания в стиле советского капитализма идем в пустяшую лестницу смотреть футбольный матч в памяти и в пустяшую помню что я все время где можно было водородить в педах в какой-то момент я вспомнил что придется в каждом человеке я размышлял об этом несколько кладез и пункт стоит сказать что сомневая эффект прибожного у меня видимо много сомневая и 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 Пришлось написать тоном благоразумного дедушку, о том, что хотел бы Горн называть себя наркономом, а не наркопотребителем, а кто сам без греха, а кто пусть просит, отчать на чем-то. Потом стал думать о русскоязычной поэзии, фантазировал, что будет сочетать гемеологию Герия Лунова, посмеялся со словосочетания гемеологии Герия Лунова. А потом произнес про себя, офицеры и россиян, разбитую пушку, изнаночный мороз и солнце, обращаясь к вам, простите меня, крыльцу, бегущую пригресившиеся земли, где аквапарк на святом не способен наполнить оазис, словно вера за сумечек или ранний рассказ Гладонова. Вот и последний текст, называется предсказанием. Здесь будут предсказания. Биафарды горят, но это не поменяется сход в поле. Зе поэт будет обливаться с искусственными связами. Дальше мы не знаем, что будет, но хотя бакета представляет пора на русский язык сон. И природа почти всегда срока-черва прославлены, почти всегда коверты из-за фейзи. Ловят зеленые лужа, и вон прудеют дело. Праздник, а что-то уклеится. Что за праздник? В середине десятки их с поломок, ветер поднимается все сильнее. Я скольчу в самом центре, как их ведущие лужалики, как бы не видел, рассылающие к детскому зрителю. Типа не отвлеклись, но смогли распознать снару. Я жил в зеркли, прозвольный ветер, плюс поблазь лихота, подвернувшегося случайно. Передеса, критик, Гена Александровна. Я думала о том, что когда вы сказали, что она в Африке, я еще редакция лечебных книг, вообще, по-моему, очень плевая история, потому что началась эмиграция. В России сколкнулось очень много... В России сколкнулись много разных типов поэтов. И эмигрировавшие товарищей немедленно забили множество новых. Как правило, с Россией никак не связан плод, собственно. И я с некоторыми коллегами из разных стран, из Эстонии, из Латвии, из Павловстан. Мы забили книжное издательство, которое называется Павловес. К нашей книге, может быть, по-моему, драму, писать. Значит, и совершенно безвозмездно, то есть, да, много законодательства прочитать на сайте Павловес.ССР.Он. Так вот, значит, книги, которые должны были быть в России, мы не вышли в силу каких-то последних обстоятельств. Мы будем менять мнения. И вот где-то тут в зале, но, наверное, на улице, присутствуют как один из наших факторов, Михаил Немцов, замечательный теленеследователь Эндерстайдиск, который специально из Германии приехал в Горбе, Гереван. Собственно говоря, вот я думаю, что он сегодня тоже почитает, и что-нибудь что-нибудь будет вам, не знаю, радостно и приятно. Вот, в общем, пароль СССР, то есть, по-моему, все заходите, скачивайте книжки, читайте, пишите, вы знаете, какие-то отзывы, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И мы будем выбирать дальше всяких хороших авторов, которые должны быть виновны, но в России уже изгодно быстро не могут. Возвращаясь к моему выступлению, я сейчас, когда ехала и собирала покормку для выступлений, в какой-то момент я поняла, что она у меня так очень логично вкладывается в какое-то, не знаю, высказывание о моих токсичных отношениях с Россией, даже не только токсичных отношениях, а как я нахожусь, как женщина, нахожусь в отношениях с токсичным партнёром. Мой токсичный партнёр – это Владимир Путин, Владимир Мать, и так далее. И все высказки постоянно вращаются в эту тему. Вот. И внезапно подборка у меня, как-то в целом, что бы сломилось, там какие-то, знаете, родительные витеранские душевоздирающие тексты. Вот. Ну, вот. Словещение для Крепчика, мне кажется, довольно любопытный труд будет на неё посмотреть. Итак. Под договорами гибнет чужая страна, Под договорами гибнет родная страна, Под договорами гибнет планы на будущее, Гибнут живые люди, живые люди. Кто в улице не видеть, не помогает. Смотришь на фото сгоревших домов, могилы на детских площадках, трупов на улицах, трупов со связанными руками. Разве войну? Станурать? Тексты, стихи, протесты. Данные про прохладительную панку. Россия жирает, убивает, жирает и убивает. Кусается мечница панка, зашибает на смерть. Стреляет вокруг, стреляет в себя внутрь. Стреляет в дно, и в клубок, и в землю. В миграции войнам понят истории про токсичные отношения. Под юрер Путин, токсичная родина мать. Не в фото, чтобы спонять, чтобы распутать клубок из эмоций. Вроде огнили, токими стальными корнями, как будто ребенком, как будто огнями, как будто уконами. Но корни далеко выручила, ломают ребра, лишают дыхания. Еще немного жизнь становится адом помешанным. Но говоришь себя, что не адом. Плачешь ночью, говоришь, не встала. Катарцам русских конфетками трижды в сутки. Жизнь не стала. Не адом. Не надо спасаться. Это ты через что эмоционально все проживаешь. Это тебе нужна какая-то непонятная близость. Это не насилие. Не насилие. Не насилие. Не насилие. Это история о насилии личной жизни. Не понимая картинка все время двои лица. Сине-красные очки стельно-осходы. Смешанных цветов. Картинка делается объемлем. Коллективное тело. Идет войной на коллективное тело. Даже если нет второго коллективного тела. Даже если тело в повстоте телноте осталось. Даже если оглохшее и слепое. Даже если без рук и без ног. Без ресурсов. Даже если из одного скрипающего упрямства. Вопреки всякой логике. Всякому смыслу. Бороться с собой. Телать целую собственную жизнь. Стиснуть зубы. Не плакать. Только не плакать. Каждый день. Засыпаем. Чтобы проснуться дома. Но нет никакого дома. Старики пришли воевать со временем с пространством. Уничтожают людей в мою страну. Мой язык. Жить без страха. Планы на будущее. Прохнула. Экономика. Исчезла работа. Ипотека столкнулась. Закрылась. Аспирантура. Бартия. Собралась за неделю. Не приходя в себя. Решила вопросы. Собирала бумажки. День рождения. Воскресенье. Закрылась. Поднимая маму. Закрылась. 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 Каждое слово. Жизнь быстро. Из-под контроля. Задонка. Усется в пропасть. На всех порах. Все быстрее. Не перехватишь. Не останешься. Страна. Заливается историческим смехом. В любах. Выступает пепа. Идется в панду всех. Плачет. Не видит. Собственной смерти. На четвертый месяц войны. Открываешь глаза. Со всех сторон. Невыносимая красота. Там. Из обильного лета. Стоит. Твоей свой огромный рост. Новая жизнь. Обнимает. Целует. Хечку. Только что же. Как страшно. Страшно. И звон. Пронежный. Удородина. Клименты. Железные. Кандаланы. Ночищенные. Довлезки. Железные. Кандаланы. Залит. Парусмани. Выбраться. Не проснуться. По кругу летят самолеты. Падают люди. Взрываются головы. По кругу летят самолеты. Пашмар не кончается. Не кончается. Не кончает. А уцелевшись дымом. Дымом. От солнца заброшки. Как будто заявлены свет. Сталишь и чипаешь. Страшно домой. И страшно из дома. Страшно из дома. И страшно из дома. Страшно из дома. «Парусмар Беларуси. Поездкой по России. Так же внесла из рос. Оставленные в Москве за чтением книг и счетом. Денежный вопрос надо было решать». Она делает безуспешную попытку. «Хватит говорить о деньгах. Давайте поговорим о деньгах. Нам абсолютно нечего Сладать по этому поводу Иногда любовь — это шальная песенка Из маршрутки И она закончилась Думаю, вовность не будет А вейболы нет Или еще, цитирую Мэпсту Ровно выходи Могилев нужна подмога Люди не отступают ОМОН встанет, но продолжает вейбошить Пока это все происходит Ты теряешь терпение Ждать счет На самую дешевую игру Я ненавижу себя За мысли о сексе в такой момент Когда уборщица Вера Отмывает кровь с полуподземного Перехода Рассказывает, что ее сына забрали Просто когда он выходил из машины С другом Держи меня крепче Моля страна За руку, как в детстве Но чтобы я не чувствовала Твоей стомей вкладки Если материнский инстинкт Это так любить, что готова Сожрать, переламываясь зубами Без икон И все отдать Из-за меня умереть Можно ли как-то без смерти? Хочу, чтобы у магистры Они были крепкие Заботливые руки Человека По иронии Прожившего место В наезд путешествия Патриотизм Возвращение домой Когда хочешь А никогда тебя Депортировали Или отказали В политическом убежище Мне бы Такое любили Принятие И способности Отпускать Только заботливого Что ты хочешь на ужин От помачки И строгамина До татарских Прилучей На ужин Что я хочу Я почти не я Знаешь Я родом из города Название которого С мордовского Языка Означает Кумец пути Там для ужин С сосисками И макаронами Для 2017 Мы не знали Что там тоже Молодцы Пытались Изыграть Детей В Москве Я завтракала Иначе Леничница Сулугуни Тонко нарезанная Авокадо Утопленная Сойвым Солще Песочек Братинского Хлеба Здесь Чаще Думаешь И читаешь О том Что Ублюдкам Дали Как бланш Пострадала Девочка Лет Пятью Снова Ломятся Фашисты Касмонавты Прячутся В густах Слышны Выстрелы И хлопки Бахерка В Минске Горит Но люди Не отступают Безы Вроде как Одинские Отчисления Некий Процент Пенка На поверхности Нашего Сопротисновения В этом есть Что-то Красивое И сожжевременно Изящное Как Цветы Мелкие Слыши Водяки Апликация Воспоминаний Ложных И безупречных Я никогда Не была В этой стране Где цветы Растут Прямо Из воздуха А ты Собирал Пловил Как Несеком Волон Мер Камер Держала Закрылась Глубна Пальцем Не сомневаюсь Эти воспоминания Патологичны Как Воспоминания Граница Рассвета Розовая И влажная Такой Какой Грани Визу Она Никогда Не была Но я Смотрела Это кино Сквозь сон Через Проем Твоей Куфли Лунопарк Посреди Пустыни Гребливо Пустивший На моем Завтрак Из прошлой ночи Абажур В виде ангелов Другие Любые Ведения Нагиб На уголках Троего Мы знаем Что важны Не события А их Последовательность Присобрать Ее Под некую Вашу Пухань Меч Над этим Аффектом Варишь Скорбе И стоишь Молый Так Вокзал Кас Николай Мыру Направьте Этот Паратив Поэта Они Дошли В ответ Дорку Изогшего Нормально Веси в моем облаке Теперь эти Плаки горят В твоей Моторобе Яблоко Отпусти меня Яблоко Ход Подлежи Мои пальцы Ход Ход Купи Яиц И сыра Каких Небольших Приколов Кузина Время Испадает На нас Ильяна Сумерки Скачет Мячик Переброшенный Через завод Для тебя Теперь Не добраться Прыть Сколк Кошка Вышитая Серебро Все Тип-топ И жизнь Моих друзей Похожа На Диктесор Развинул День Это Первый Раз Письмо Мне нужно Еще Немного Мелочи Чтоб Наконец Свезло По Выбирь Бориться Ответственности И хочет Вернуться Домой Глете Узнание Автомата Вместо Людей С автоматом Лошади Супермаркет Глета Кто Украл Улыбку Стрелого Лицца Дай мне Немного Дневничек Я Выигрывала Эти Золотые 20 Минут Перед Брозой Глотом Вещений Допусть Все Что Я Говорила Тебе Когда Была Подхай Любовная Речь Из Смекина Крича И Текущего Музыку И Глажные Посмелы Мы Выберем Тебе Двухов Домой Заманзел Откроем Здесь Приматор Нежности И Узвы Чтобы Будде Разлеется После Работы Сон И Принес Пути Никогда Узвы Не Выдрались С Обратим Внимание Залп Похож На Все Обещания Амнират Обещания Последний Раз Обрекосовый Джон Мягкие Латки Широкий Остерий Низку Сладкого Молока Веденные Подоконники Подручая Тонкая Попровала Скоро Дождь И Времени У нас Немного Клапы Этого Лица Остается Небо Да Забыть Сох О чем-то Сладком Похрустящим Яблокам Но Сохранилось Воспоминание Ты Как Белая Лошадь Слечишься По Мокрым Быварам Между Милостью И Культурой Произитализацией Протеста И Разочарованием Борщевским Принесом И Любым Дым Стазисом Видишь Меня И Трудки Светают От Слез Заград Как Белая Лошадь Слечишься Мимо Милости И Культуры Радикализации Протеста И Разочарования Физиса Стазиса И Валекарства Глазуры Розы Во рту Этого Города И Зал Компус Собак Бездольма Красная Вирка Запах Джема Розы Зачинного Крема Творявшиеся Сахарные Лебестки Уставшие От Шума И Туле Дня Которые Тебя От Придущего А Следующего Не Ждешь Как Диверсия Ночь Готовит Тебе Потепление Жал После Крата Временных Угроз Тебя Станции Ветер Приносит Новости О Дягих Тасичков Тебя Украинского Клава По Меню Дерек Присы Словом Предматери Слово 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 Колома Изрываются Воспоминания О школьном И Кетле Они Теперь У кого Не Оставят В Похоре Грустящие Подброски Концеты Ремонта И Ласточка Спас Спас Присы Присы Подбир Том Крендов Собаки Еще К Пришел Гост Из Другого Поэтического Комюнити Из Дереван Поэта Геновка Здравствуйте Меня зовут Георгий По образованию я режиссер По образованию организатор Организовал политическое сообщество В Евангойке Здесь интересно Обязательно Пригодите к нам Почитаю стихи Небольшая просьба Вам, дорогие зрители Если можно Уходите, пожалуйста После каждого Степотворения Чтобы Как-то Разделить Мое святение И чтобы Ни один поэт Сегодня Не забуделся Хорошо Спасибо Сейчас тоже Можно Аминь А ты Гори Еще больше Забивай Прямо В сердце Чтобы Ити Шатаясь По Развалившейся Лестнице Ищи Новых Друзей Говори Улыбайся На улице Не волнуйся Никто не заметит Твой крим на лице Будешь Менять города Любовниц Машины Страны Рисовать Иногда Царапать Засохшие Раны Будешь Кричать Родных Родных Притворяться Больным На работе Не хотеть Выходных Погружаться С болью Заботы Снова Есть Вдалки Покупая Декорных Птиц Внимать Потолки Не дочитывать Нужных Страниц Страны Шок Не болейся Тем Скудным Бременем Спасибо Против Следующий Блин Мастерного Света Порваного Раного Если Можно Не знать Ответа Было Бы Славно Ты Убежала Во тьму Нам Тут Неместо Если Можно Идти На Войну Было Бы Честно Ты Разожгла Абон Этот пожар Не стихает Кто Накликал Беду Каждый Узнает И Моя Главная Боль Это Признать Просто Вера Надежда Любовь Все На одном Покусе Я прошу Вращения Скидки Очень Бесовы Спасибо Если Убийство То Массовое Если Книжка То Методичка Хлопоста Ребенка В песочке Сожгли Заживо За Рассовую Вольгу Три Полоса Я Не Гол Читать Морали И Не Могу Распоряжаться Людскими Жизненными Но Все Ближе К телу Моему Корали Человек Гонял Чтобы Слезать Тешевизм Частью Свободной Веры Кусочком Светлой Идеи Мысль Моя Не Зная Меры Выскользна Через Стены Выскочит Не Поймаешь Не Запечешь В темнице Важно Отказа Живо Умираешь Сделать Это Ради Бессонницы Чтоб Не Смогли Сомкнуть Глаза Те Кто Хоть Краю Видели Как Молодого Отца Нагло У всех Похитили Как Разогнали Массы Сонных Детей Колхозников Сломанные Каски Зубы На Подобойнике Я Блюю Эти Празы А И Все Равно Изминали Если Если Можно То Сразу По Шее Тупым Железом А Мама Как Тебе А Мама Как Ж Мне В Теле Душно А Как Ж Мне На Земле Противно Прошу Объясни Но Кого Это Нужно Чтоб Жизнь Не Была Больше Мотивов Истории Что Написано Зря Симфония Голова Короля Так Мама И Последнее На Сегодня Вы Тоже Очень Веселая Уж Простите Мы Давно Уже На Черное Говорим Серое На Горькое Приемлемо На Взрыв Клопок Но Что Сказать Ребенку Когда Его Покидает Последний Сдох Мы Давно Угоршим Космос Гремим Медалями Покоряя Новые Вершины Но Все Чаще Нам Говорят По Старой Правилам Новых Санкций И Что Наши Результаты Фальшивы Мы Давно Стали Большими И Сильными Нашу Ответственность Невозможно Вместить В заголовке Только Как Защищать Незнакомых Людей Нападая На С С Лентов Мы Могучая Сдила Свет Проградом И залпами Пришел Наш Черед Только Что Сказать Матери Через Сын Не Желавший Сдаваться Шел Вперед Обида Разрывается В груди И Хочется Скорее Проснуться Мы Строем Невоскребы На Крови И Им До Неба Угрят Лет Дотянуться Спасибо Поэт 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 Называется, который называется «Ереванский балкон», также сейчас мы делаем участие в более крупном проекте, который называется «Ереванский балкон» И этот проект, можно ли мыть на YouTube, он заключается в том, что я записывал различных русских даетов, которые оказываются в «Ереване». Каждому заставляется время, час времени и запись происходит в «Ереване». Я почитаю сейчас тексты, которые были написаны в «Ереване» сначала. Это только игра света и тени, игра света и тени, проявления и отражения, ничего больше и ничего меньше, Пересвеченные или слишком темные участки человеческой жизни, которые напыдаешь в перевернутое отражение. Игра света и тени повторяется с года в год, которую напыдаешь. Минимум условий, которые необходимы, всегда проявляются. Та старая паника, извешившись новой клипа, если вдруг перестанет больше появляться узнавание этих безусловных основ. Хлодный черный кофе и самокрутка. Я не требую, чтобы последовать совпаду с первыми попытками. Возьмите опыт. Пробили суициды в различных измерениях и явлений. Пустые слова на разных платформах. У меня на микросору был клуб «Платформа», и я там был на открытии. Питерский клуб с московскими ценами. Так про него тогда говорили. Как беззаботно такое все было. Единственной проблемой были московские цены платформы. Матераш перед первым слэмом. Ужасный результат. Высокие эмоции на книге. В платформе была еще хорошая книжная лавка. Кто помнит книжные лавки? Сейчас это напрочь ушло. Томмика Верлиена, Рамбо, романы издания Уарда, эротические прозы о Полинево. Сейчас до этого всего уже нет дела. Тогда это было огромной частью мира и огромной ценностью. А из-за цен в баре приходилось употреблять алкоголь в соседних сферах, и уже потом утекнуты. В результате мы постоянно сидели там уже пьяные и могли позволить себе только заказать кофе. Тем не менее сейчас точно понятно, что тогда было точно беззаботное время, которое уже рядом повторится. Они сидят на двух стульях и смыслом в движении. В повторении как ни крути. В этом нет необходимости. Столкновения отказываются называться чем-либо, кроме своего синонима. Движение в разные стороны по кругу, которые приводят к другому кругу и так далее. Да, это не такси. Это реклама разноцветных кроссовок в монотонном городе, когда закончился снег. Разные моря цепи стей, другая складка языка, нерассортированный мешок, тянется и утягивается гной, тяжелая одежда прохожих, разные степени повторения, без чувства юмора, кажется, помнят. Очень живые глаза, плавный цвет верцания порога. Огромный вытекает глаз, струны в очки летве, пожар темный оккультный путь и разноцветия зажигалок. Амфитаминовые книги и подчеркивания космоты. Забыки, синтематические луны или подсказки все нигде, вымариваются из списка. Но цвет похоже тот или обратный, и проявленная тоска разбитого стекла в асфальте переливается, проходит, как в завтром дня тушный образ. Приветствие, молчаливое движение руки, кистью поперёк горлом проваливается. Шум автобусов, весенним диким полным, гры минуем. Можно тысячу слов применить, разглядывать и не считать, не считаясь ни с чем. Сулли-фа, пошаговое действие от и до и повороты головы, подключиться к плечу и наоборот, в ритме дыхания повторить. Вложить что-то такое эдакое в обычный разговор отрицает всё набросок. В парке героев тут в России похоронены рядом, в гостях без сказки. Фармакологи собственных стран в самой дешёвой одежде с самыми новыми гаджетами. Волны головной боли. На поверхности реки излома льда в странных фигурах. Это осенняя песня в пустом зале на берегу необходимость увидеть песок. «Наверное, еще два стихотворения хватит. Черчих кадров запьем кусков водоплёнки. Дедушки берут сигареты и уходят на кухню. Вы будете довольны результатом», говорит он след вместе китаяц. «На кухне банка гирьки в томатном соусе. Фотоссети глазеет туманно на прорезанную гостью. Как и проходит время, почти как на колесе, только внезапно поглотится плотно меняется, обрывается плёнка. Темно-залив пьётся умол, почти совпадает по звуку с пеной трубной, по крайней мере поглую. Камни одноцветны, как стропа. Движения, еще кажется, есть. Клубники качаются, но уже все более и точно. Клиния руки по инерции. Годичская игра в жизнь, они должны лечь в этот топор как на ладони, пока их не сметут. Тонкий момент повешенного состояния, теперь позволяешь всему остановиться. Тон резвится и бурлит, пока не сметут. Время на раздумья и выбор, точечных удар, мы сверяемся Такова жизнь, не прибавить, не убавить, меланхорое сопротивление. Спасибо. Очень много желающих выставок. Извините, если какие-то были, ну, какая-то пакета из Дарушина. К там пришел очень большой любовь нашего заведения, филолог непоздаримого Александра Тимхейна. Спасибо за непоздаримое. Я хотел бы прочитать одно из творений, которое написал Женя Бергкович. Женя Бергкович – прекрасный режиссер и прекрасный поэт, после классических. Необычное сочетание, которое сейчас находится в соотношении России. Да. Спектакль «Финист Ясный Сокол». А, во всей видимости, за свою позицию. Здравствуйте, когда я видел Соколад Аб Col Inter. Да. То ли новостей перебрал, то ли вина в обед. Только ночью к Сергею пришел его воевавший дед. Сел на икеевскую табуретку, спиной заслоняя двор до окно. У меня, говорит к тебе, Сереженька, разговор. Не мог бы ты, дорогой мой любимый внук, никогда ничего не писать обо мне в фейсбук. Ни в каком контексте, ни с буквы Z, ни без буквы Z. Просто возьми и не делай этот вопрос. Никаких побед в моем мире. Вообще никаких побед. Как же он продолжает? Я был бы рад, если бы ты не носил меня на парад. Я прошу тебя очень, делает нам рукой. Мне не нужен толк. И бессмертный. И смертный, Сережа. Никакой. Отпусти меня на покой, Сережа. Я заслужил покой. Да я знаю, что ты трудяга, умница, либерал. Ты все это не выбирал. Но ведь я-то тоже не выбирал. Мы прожили жизнь. Тяжелую на одну. Можно мы больше не будем инвестировать вам войну. Мы уже все, ребята. Нас забрала земля. Можно вы как-то сами. Как-то уже с нуля. Не нужна нам ни ваша гордость, ни ваш подойдок стыд. Я прошу тебя сделать так, чтобы я был наконец забыт. Но ведь я забуду, как в русском музее мы ловили тебя диван. Как я проснулся мокрый, а ты меня одевал. Как читали пришли нам. Как искали в адресе полюса. Как ты мне объяснял, почему на небе такая белая тона ссана за любым самолетом, как подарил мне выключительное стекло. Ничего, выключайте, исчезай. Теперь ведь и это не то могло. Спасибо. И я бы хотел такой мостик от поэзии бросить, потому что надеюсь, что у вас будут и прозаические встречи тоже. Дарья Андреевская. Когда же придет вода. Алена искала Аську недели две. Даже когда все же было понятно. Восемнадцать лет немало для кошачьего детка. Если нет ее у соседей, если застывшая в последней оконе трубина валяется на рабочем дороге, то значит, как у полной отлов смерти, ушла. Сама ушла туда, где ее никто не найдет в последние минуты. Или время для кошек идет как-то по-другому. Потом встала не до нее. Подухались мошенные Алена проснулся в стороне в Гуло. Выглянула в окно и увидела в воду. Много воды. С помощью сигнала об эвакуации Гуло, как оказалось, шел от кого-то из соседей, чья машина еще не ушла в отход. Уже не было никакого смысла. В предраспетном аре было видно, что вода прибывает быстро. Алена выплющила все электроприборы. На первом этаже взяла документы, деньги и радиоприемки. Свой старый молокуб. Какие-то продукты из холодильника. И пошла на второй этаж. А оттуда подумав на чердак. Может, сплывет сюда дать минуту. Последняя новость, которую удовольствие прочитать с утоплением. Ждите помощи. Через несколько часов уровень воды дошел ко второго этажа. Спускаясь с чердака, Ален выпадал в воду. Может, кто-то прибудет за нами, кто-то на мою воду. Но никого не было. Еще через час вода поднялась наверно на полметра. И Алена видела, как по ней улицы стали проглывать трюк людей, собак, ученых с ними. Но вода перестала подниматься, а то куплили. В чердаке было нужно от пыли. Алена не хотела обучиться сюда, а то хранились старые вещи Маринки и Соломы. Алена каждый раз удивлялась. И кто пришел мог назвать так доз? 20-летняя муж Маринка хотела дать преданное за ребенку, что он принял предметное красивое имя. Алена не раз предупреждалась в поле, люб девочку забрать от Соломы. Веда, пакетская обученность. Вот прям как Соломилась. Близнюю предостережение Алена не знает, так как через 6 лет после рождения Соломы Маринка посохомилась в степи табулятора, но уехала с ним и его дороги седежкой братишкой. И все, как отрезало. Мамка дочь не приезжала, только звонила ему. Тон минут на 3 и 10. Потом прислала фотографию, короче Соломи из себя в форме местного мультурного Солома. Ну, как будто нормально у них все. А что там на самом деле, кто знает. Алена, по совету какого-то распрощенного психолога, каждый раз, когда нападала тревога за дочь и днушку, спрашивала себя, «Я могу как-то повлиять на их судьбу?» «Нет». «Раз нет, то значит, нужно отпустить ситуацию». Когда Маринка и Соломи уехали, Орела завела распростран, там и просто перейдила запутшую корку. Раньше она лошадь не любила, для детей особо не жаловала, она привыкла уже о ком-то заботе, спустя, хотя в корку. Еще через два года ее уволили в бизнес-магазинах, и она стала подрабатывать ошибку на интервью и переписанную текстом. Уходить, если этого иностранное слово выбирает, кажется. Не зря Орела в школе была первой, что по русскому слову украинским языком. Но он, конечно, целый день наслил усидеть. Хорошо, что я истясь-то. Тут не живая душа была. «Эй, Солома! Давай не отнягайся!» – я ревел мужской голос. «Чего с вами пить? Отказываешься давно?» Они орали что-то еще. У Соломи перед глазами все плывло. От дикой сибирской жары и от того, что я читал по марафону в два сентября суток. Между ее поселком на границе города было километра десять пустого леса на грязном дороге. Этот лес горел уже у самого ее жиломассива и на работах в город, понятное дело, никто не писал. А значит, все пили, либо сидели по домам, либо сидели по домам и пили. 24 года не успел с матерью, да и с ее божью ковар, с двух одной однушки. Поэтому Соломи ушла. Когда-то первым, в этот, как его, геородистов клуб на Ленина, ну и понеслось. Там он так, Алгей, был же одноклассник, и был, в общем, парень. В школе они дружили. Поехали к новому, он жил в частном доме, в своей газете, там были еще какие-то знакомые парни, девчонки, кого-то Соломи я знала. А потом пришли эти. Сразу все никуда дули, получалось, кем делал с напряжением. «Самли со спецоперацией, вернулись», сказал Юрий. «Надо упали». Кадзин подсел прямо к ней, как назло, самый мерзкий, землистым лицом в ранних морщинах. Зато герой боролся с нацистами и пытался субтитить себя в Соломи. Спасал? Кого? Нас спасал. И моя бабушка. У меня же там была бабушка. Вдруг она страдала, а нацистовала, ее спас. Он же сам рассказывал, и запалывался в чатку, субтитал всех к хуям, смыло что-ли. И разнесло за нее, за будущее, за детей, за дедов, которые не вернули. Дальше она понесли неразборчиво, он заснул, больно жарбил руку. Чем несколько часов проснулся, стал трясти ее. «Тебя там, смать? Что за имя? Это нацисты, я там бабушка и у меня встречала». Она тогда вырвалась и побежала. А куда было бежать? Как бежать? Продолжен, дали он, дали он, и все повторилось на следующий день. «Солома, кей давай!» продолжал орать кто-то под национальную руку. Было трудно дышать, перед глазами все было. «Воды, дайте воды!» пошептала, наслечился кто-то. «Даже придет вода!» Вода медленно пребывала, а юнор скупала на чердаке сгутый спасательный друг, увидев себя. Маленькая Соломия обидел с ней на речку. «Почтет?» — так вот думала она. «Может, как немного молодец, придержусь». Потом «Почтет?» — так вот думала. «Почтет?» — так вот думала. Вечер удаленно добрались устала из спасателя, отвезли в райцентр и подселили к молодой семье. На рекламу подложенные матрасы забылось почти на сутки. Снились брусы, не помогут все, сначала они были спасательными кругами и плывли по реке. А потом расправляли тылья и улетали, снилась степь и срочно в разокрабье превращавшаяся в бужиную землю. Снили горящие крови деревьи. Потом будто кто-то легкий мягким лампом не пробежал по ней на посолус. А что в просоле подумала, «Ладно, тут же вспомнила, что снили от больного уже лета и дохода мягкая во время дожива с каждой семьи». И что вот и снили мусорщик из-за болотного на коллегии. Второе называется снилась. Возраст — это с одной стороны минус, потому что я становлюсь немощным, медленнее. А с другой стороны плюс. Кто подлужен снилась. Пожилая дачница покупает тихие взрывы. Пускул он был на месте закрепленированной площадки и без него не разобьет. «Я точно не смогу». Я одинок попросил помочь мне, чтобы создать сосед Девятместер реки. Их дети ехали, и вовсе выливать на червы земле. Первого они проклинают, а вторым оборваться так будет смыслом материнства в том, чтобы сыграть роль на телеплодителе степи. Летом их не видно в высоком разнотрайне. Тем более не видно ядноколей, это крест, а сворачивающие в сторону высокого бетонного забора, стручек головок или верху. Пязок термозов в крафтный робот металла показывает дел по закрытию вагон снявшим на море милотинской битвы. Гранузов заливает пряморочарное солнце, полный синевой расцветает смутный вази степные колокольчиков, и чуть успели гаяться на их фоне глаза маленькой девочкой фотографии, на обороте которой путевок и другую турбинцину. Длинница 14 июня 2022 года.